На нем были подведены итоги работы представительного органа власти за 2012 год. Как сообщил в своем отчете председатель собрания Виктор Анатольевич Соколов, правовое регулирование осуществлялось депутатами в соответствии с представленными полномочиями, а также изменениями, внесенными в федеральное и краевое законодательство. Определялось основными направлениями государственной политики, содержащимися в посланиях президента страны Федеральному собранию Российской Федерации, в постановлениях губернатора, правительства и законодательной думы Хабаровского края, положениями программы социально-экономического развития Амурского муниципального района. В рамках принятых нормативно-правовых актов принимались меры, направленные на создание комфортных условий для развития экономики района, поддержку отдельных категорий граждан и выполнение социальных обязательств района. Проведены контрольные мероприятия за ходом исполнения законов Хабаровского края номер 100 о бесплатном предоставлении в собственность граждан, имеющих трех и более детей земельных участков. Номер 144 о наделении органов местным сопровождением государственными полномочиями по организации оказания медицинской помощи в муниципальных учреждениях здравоохранения. Номер 146 о выполнении комплекса мер по безнадзорным животным. Делено внимание организации медико-психологического и педагогического сопровождения семей, которые воспитывают детей серых. За отчетный период собранием депутатов было проведено 19 заседаний, в том числе 6 внеочередных. На них принято более 100 решений по рассмотренным вопросам, из которых подготовлены главой района 53, собранием депутатов 55. В области правового регулирования принятые решения разграничены следующим образом. Бюджеты налоги 23, социально-экономическое развитие управления имуществом 37, законность и контроль 21, организационные вопросы 27. Как было отмечено в докладе, основным правовым актом в бюджетной сфере стало решение о бюджете Амурского района на 2013 год, который был сформирован в условиях его уменьшения на 10%, но в то же время удалось сохранить его социальную направленность. Удельный вес расходов на социальную сферу составляет почти 1 миллиард рублей. Собственные налоговые и неналоговые доходы планируются в сумме более 630 миллионов рублей. В докладе был приведен и подробно рассмотрен еще целый ряд других финансово-экономических показателей за прошедший 2012 год и планируемых на 2013.